здравствуйте на телеканале доктор программа под контролем многие из вас наверное слышали о таком маленьком и красивом органе как щитовидная железа вроде бы маленькая бабочка но она является дирижером многих процессов идущих в нашем организме как же помочь ей работать как же помочь тем веществам которые вырабатывает она быть в норме давайте разбираться с вами галина морозова врач-эндокринолог и сегодня мы поговорим о том как держать под контролем вашу щитовидную железу начнем со скучного статистика но по статистике действительно женщины болеют в 10 раз чаще чем мужчины заболеваниями щитовидной железы данный факт до сих пор еще до конца не изучен и наверное это связано с гормональными перестройками которые происходят в организме женщины но я думаю ученые докопаются до сути и мы будем понимать почему же нам приходится страдать в 10 раз больше чем мужчинам кроме всего прочего доказано что не только полный возраст имеет значение в развитии заболеваний щитовидной железы действительно возраст старше 50 лет является фактором риска по развитию заболеваний щитовидной железы и опять же возвращаясь к статистике люди старше этого возраста чаще болеют заболеваниями щитовидной железы мы поговорили с вами о поле о возрасте но есть такой важный фактор как генетика генетику неопровержима и она действительно влияет не только на то на кого вы похожи но и на те заболевания которые вы будете иметь в том числе заболеваний щитовидной железы поэтому пожалуйста выяснить у ваших родных и близких нет ли у них заболеваний щитовидной железы таких как узловой зуб гипотиреоз и других заболеваний которые мы с вами поговорим чуть позже узнать у ваших близких если у них заболеваний щитовидной железы и если они есть проверяйте функцию щитовидной железы у себя стоит отметить что часто наши эндокринные заболевания продаются не поодиночке, а целым букетом. И, к сожалению, наши заболевания, такие как сахарный диабет первого типа и заболевания щитовидной железы встречаются вместе. Это называется аутоиммунный полиглондулярный синдром, когда поражены несколько желез внутренней секреции. И это связано с общим механизмом развития данных заболеваний. Это аутоиммунные процессы. Поэтому, если у вас есть сахарный диабет первого типа, обязательно обратите внимание на вашу функцию щитовидной железы и проверьте ее. В жизни женщины есть важный период как беременность. И часто во время беременности или после нее мы сталкиваемся тоже с заболеваниями щитовидной железы. После беременности иногда встречается такое заболевание, как послеродовый тиреидит. Иногда пациентка, приходящая на прием, обращается с жалобами, очень похожими на другое заболевание, такое, как повышенная функция щитовидной железы. И часто, к сожалению, ее начинают активно лечить. Но, по сути, это заболевание хорошо тем, что оно проходит бесследно и фактически самостоятельно, и чаще всего не требует медикаментозного вмешательства. Поэтому не занимайтесь самолечением. Придите на прием к эндокринологу для того, чтобы понять, нужно ли вам принимать препараты, корректирующие функцию щитовидной железы, или этого делать не стоит. Сегодня мы говорим о щитовидной железе, но ведь много заболеваний, которые тоже взаимосвязаны с этим органом. И, например, сердце. Сердце иногда имеет неправильную работу, то есть нарушение ритма. И есть те препараты, особенно содержащие амиадарон, которые могут нарушать работу и нашего маленького красивого органа. Почему? Да потому, что в них содержится огромное количество йода. И это количество может нарушать функцию нашей железы. Поэтому, если у вас есть заболевание щитовидной железы, или у вас есть нарушение ритма, обязательно сообщите об этом врачу. А кроме всего прочего, перед тем, как вам назначат, а особенно это назначат на постоянную терапию, вы должны известить доктора о том, что у вас есть какое-либо заболевание щитовидной железы, и врач сделает выбор в пользу другого препарата, не содержащего большое количество йода. Йод очень важен для того, чтобы наша щитовидная железа работала правильно. Но это совершенно другие количества йода, а не те, которые используются в препаратах для устранения нарушений ритма. Что может произойти, когда мы принимаем эти препараты? Фактически, наша щитовидная железа либо блокируется, либо она вспыхивает ярким огнем, и это заболевание может называться аммиадарон-индуцированный тиритоксикоз. Что это значит? Это спровоцированная повышенная функция щитовидной железы приемом данного препарата. Если же у вас нет заболеваний щитовидной железы, ну или, по крайней мере, вы так думаете, в любом случае, перед назначением этого препарата сдайте гормоны щитовидной железы для того, чтобы уточнить, что вы не находитесь в зоне риска по развитию этих заболеваний. Иногда получается так, что нарушение ритма происходит внезапно, и врач для того, чтобы восстановить ритму, и все равно использует этот препарат. Поэтому предлагаю вам в дальнейшем, в течение шести месяцев, отследить функцию вашей щитовидной железы, чтобы не пропустить начало заболевания. Российская Федерация находится, к сожалению, в йод-дефиците. Особенно это выражено на Дальнем Востоке, в Республике Саха. Это выражено в горных районах. Есть даже легкий дефицит в московском регионе. Поэтому очень важно использовать в питании всего лишь едированную соль для того, чтобы получать нужное количество йода. Совет замените поваренную соль, не содержащую йод, на едированную соль. Это позволит вам не быть в йододефиците. Кроме всего прочего, где еще содержится йод? Йод содержится в морепродуктах. На столе мы с вами видим морскую капусту и рыбу и другие морепродукты. И всего лишь употребление двух-трех блюд в неделю позволит также снизить риски йододефицита в вашем организме. Готовясь в программе, для меня стало открытием на самом деле, потому что в своей клинической практике я никогда не сталкивалась с тем, чтобы запрещала своим пациентам есть редис. Но, по сути, в редисе содержатся такие вещества, как гаэтрогены. И, оказывается, они могут приводить к увеличению щитовидной железы. Но не бойтесь, не надо, в общем-то, отказываться от употребления этого корнеплода, потому что в него содержится также много микроэлементов и полезных веществ. Но ограничьте его количество. Достаточно двух-трех корнеплодов редиса для того, чтобы получить достаточное количество микроэлементов, которые содержатся в нем, и удовольствие от поедания данного продукта. Поговорили о продуктах. Что же еще поможет в поддержании нормальной работы вашей щитовидной железы? Физическая активность. Это важный фактор во всех, наверное, заболеваниях, которые присутствуют в нашей эндокринной системе, потому что она необходима для всех. Физическая активность увеличивает обменные процессы. Когда нас спрашивают, как можно разогнать обмен веществ, его фактически разогнать какими-то препаратами невозможно, а вот физической активностью можно. Поэтому щитовидная железа также зависима от вашей повседневной активности. Как мы можем ее увеличить? Наши пациенты иногда говорят, ой, я не люблю ходить в зал, я не могу этого делать. Не надо ходить в зал, если вы этого не хотите. Но по сути вы можете продлить свой маршрут, вы можете выйти на две остановки раньше до дома и пройти пешком до подъезда. Вы можете воспользоваться пешей прогулкой и тем самым также увеличить вашу физическую активность. Достаточно 5-10 минут физической активности дома, например, зарядки в утренние часы. Это также поможет в улучшении вашего обмена веществ, отсутствие набора массы тела. Если у вас есть еще другие заболевания эндокринной системы, например, как сахарный диабет, улучшить контроль уровня сахара крови и помочь вашей щитовидной железе быть под контролем. Наверное, каждый раз говорим вам, и вы немножечко устали от того, что мы вам запрещаем все вредное. Но действительно курение очень вредит не только вашим сосудам, вашему мозгу, вашему сердцу и так далее, но вредит и щитовидной железе. В сигаретах содержится вещество, которое блокирует поступление йода в щитовидную железу. А йод — это основополагающее вещество для выработки тиреоидных гормонов, то есть гормонов щитовидной железы. Потому что в одном содержится три атома йода, в другом содержится четыре атома йода. И если йод не поступает, соответственно, и вырабатываться гормоном не из чего. И это грозит заболеванием щитовидной железы, таким как снижение функции. Ну и, конечно, куда без здорового сна. Мы все находимся в режиме бега фактически, но бега не физического, а бега по жизни. У нас нет времени для того, чтобы отдохнуть, и мы в бесконечном потоке информации, которая льется из экранов телевизора, из наших телефонов. И, к сожалению, мы далеко не всегда в этой многозадачности ложимся спать вовремя. Большой совет — все-таки соблюдать режим дня. Потому что это важно и для ваших циркадных ритмов, и для того, чтобы ваш орган, такой как щитовидная железа, работал правильно. Почему? Потому что для того, чтобы работала щитовидная железа правильно, нужен такой гормон, как мелатонин. А он не вырабатывается в дневное время, его царство — это ночь. А для того, чтобы он выработался в нормальном количестве, нам нужно соблюсти определенные правила. Это затененное помещение, это может быть даже как бы повязка на глаза, или это плотные шторы. Соответственно, в комнате должна быть комфортная температура. И исключите, пожалуйста, ваши гаджеты и любые приборы, излучающие синий цвет за один или два часа до сна. Лучше послушать хорошую, приятную музыку или почитать интересную книгу. Это гораздо более полезно для вас и для вашей щитовидной железы. Мы говорили о том, что мы не успеваем восстанавливаться, а как часто нас выбивает из колеи ссоры с близкими, проблемы на работе, отсутствие той же физической активности. И все это позволяет выработаться гормоном стресса, таким как адреналин и кортизол. Это гормоны полезные, когда они вырабатываются краткосрочно. Они позволяют мобилизоваться нашему организму. Но если стресс затягивается, и он не острый, хронический, то, к сожалению, они также препятствуют выработке гормона, который контролирует функцию щитовидной железы. Он называется стереотропный гормон. И это тот же дирижер, фактически наш Кремль, который управляет органом, таким как щитовидная железа. В ответ на это наши гормоны щитовидной железы начинают усиленно вырабатываться, но в итоге, не справляясь, уходят в дисбаланс. И это тоже грозит тем, что мы получаем с вами нарушение функции щитовидной железы. Постарайтесь минимизировать стрессы, постарайтесь все-таки себя от них защитить. Да, это сложно. Да, действительно, в нашем мире не так просто оградить себя от каких-то стрессовых ситуаций. Но это можно сделать релаксирующими процедурами. Это вы позвольте себе побыть где-то с самим собой, либо пойти в какие-то процедуры, которые массаж или какие-то спа-процедуры, которые позволят вам отвлечься. Сделайте дыхательную гимнастику. Может быть, кто-то любит медитацию. Ну и просто пойдите погулять для того, чтобы все-таки гормоны стресса снизились, и ваша щитовидная железа не испытывала также стресс из-за того, что стресс испытываете вы. На доске представлено такое заболевание, как гипотиреоз. Что это такое, спросите вы? Гипотиреоз — это сниженная функция щитовидной железы. И проявления ее могут быть разнообразны. Это может быть и набор массы тела. Но, сразу оговорюсь, по сути, прибавка массы тела может составить 5-10%. Иногда наши пациенты, приходя на прием, списывают свою массу тела на наш маленький замечательный орган. Хочу вас разочаровать. Если ваш вес составляет 135 килограммов, то из этого веса буквально 5 или 10 килограммов вам подарила щитовидная железа, а все остальное подарил, к сожалению, рот. Поэтому стоит задуматься о том, что вы едите в любом случае. Усталость. Действительно, наши пациенты очень часто испытывают усталость немотивированно. И вроде бы выспался. И вроде бы не уставал на работе очень сильно в этот день. Но не могу. Хочу спать. Патологическая сонливость, утомляемость — это могут быть признаками сниженной функции щитовидной железы. Отечность нижних конечностей. Для нашей щитовидной железы характерен плотный отек. И это не тот отек, который появляется в вечерние часы, например, потому что есть нарушение венозного оттока или оттога лимфы. А это несколько иной. Поэтому, если вы придете на прием к эндокринологу, он обязательно обратит на это внимание и сделает выводы в пользу того или иного заболевания. Потому что отечность может быть характерна как для щитовидной железы, так и для сердечной недостаточности и многих других заболеваний. Сухость кожи. У вас стоит увлажнитель. И сейчас даже не зима, и батарея не работает, а кожа как терка. Есть такой еще симптом, который называется симптом грязных локтей. Действительно, наши пациенты с гипотериозом очень часто приходят к нам на прием, и их локти выглядят серыми. Это не значит, что он не мылся много лет и пришел к нам на прием. Абсолютно не так. Не корите себя за это. Это явление называется симптом грязных локтей. И оно является проявлением сниженной функции щитовидной железы. Зябкость. На улице, опять же, не мороз, а вам постоянно холодно. И даже, когда вы измеряете температуру, вы отмечаете понижение цифр. Это все может быть проявлениями гипотериоза. Поэтому, если вы у себя нашли данные симптомы, может быть, вам стоит обратиться к врачу, терапевту или эндокринологу для того, чтобы уточнить функцию вашей щитовидной железы. Почему? Потому что, если вы будете ходить длительное время в гипотериозе, это уже может угрожать не только появлением вот этих симптомов, которые я назвала, но уже и проблемами сердечной деятельности, с снижением когнитивных функций, то есть функций вашего мозга. Не стоит забывать об этом. И постарайтесь обязательно при появлении какого-то дискомфорта, который вы испытываете, не читать интернет, подбирая себе симптомы. Я всегда смеюсь, и есть болезнь третьего курса, когда подходит все, и можно подогнать любые симптомы под себя. Лучше обратиться к специалисту, который эту болезнь уже прошел и сможет отдифференцировать, то есть отделить то, что не важно, от важного. Что же такое гипотериоз и вообще как он возникает? На самом деле, мы поговорим сегодня о первичном гипотериозе. Это тот гипотериоз, который возникает из-за проблем именно с щитовидной железой, раз уж мы говорим сегодня о ней и не будем затрагивать другие виды. В большинстве случаев возникает в результате развития аутоиммунного тиреидита. Звучит страшно. Наши пациенты очень часто бегают с антителами к тиреопероксидазе. Это огромные цифры, и они пугаются их, начинают соблюдать аутоиммунные протоколы. А по сути, на самом деле, носители антител в мире без симптомных, без нарушения функций, 10%. А остальные находятся в зоне риска по развитию заболеваний щитовидной железы. И вот, если эти антитела все-таки вырабатываются и повреждают щитовидную железу, они воспринимают как чужеродный орган, возникает снижение функции. Как это отражается в анализах, я вам сразу скажу. ТТГ, тиреотропный гормон, который вырабатывается у нас в гипофизе и является кремлем, как я уже говорила, который контролирует функцию, он повышается, потому что он видит, что щитовидная железа не дорабатывает. И гормоны, которые она вырабатывает, это тироксин и триодтиранин снижены. И ему приходится их стягать, чтобы они работали лучше и самому брать отчасти на себя эту роль. Но, к сожалению, если функция железы снизилась, то как бы он ни старался, он не может завести этот процесс в обратную сторону. Но еще раз вам говорю, если вы видели у себя в анализах повышение антител, это далеко не всегда свидетельствует о том, что у вас уже есть нарушение функции щитовидной железы. Поэтому вам в первую очередь стоит сдать гормон ТТГ, тиреотропный гормон, а уже если он нарушен, тогда переходить к контролю периферических гормонов, таких как тироксин и триодтиранин. Надзначение аутоиммунных протоколов, различных биологически активных добавок, к сожалению, не ведет к извлечению от аутоиммунного тиреодита. А главное, что может никогда в жизни человека не привести к нарушению функции. Поэтому и лечить это не надо. И здесь совершенно кардинальное отличие. Немножко отвлекусь и скажу. Пациент с гипотириозом к вам придет вялым, сонливым. Будет медленно раздеваться, когда вы его попросите снять верхнюю одежду. Он будет медленно водить руками по пуговицам. Если к вам придет пациент с гипотириозом, то вы увидите совершенно иную картину, потому что пациент будет суетливый. У него пальцы просто будут бегать. И вы на это сразу обратите внимание. Кроме всего, мы видим, что характерна повышенная потливость. И действительно, пациенты потеют вне зависимости от погодных условий, от сезонности. Это профузный пот. Особенно в ночные часы возникающие. Поэтому на это стоит обратить внимание. Но это так как гиперфункция щитовидной железы, то есть повышение, разгоняет обменные процессы. Чаще всего мы сталкиваемся и с учащенным сердцебиением. Если тиреотоксикоз находится в тяжелой форме, мы можем столкнуться с такими нарушениями работы сердца, как нарушение ритма и угрожаемые даже жизни. Перепад настроения. Человек чувствовал себя абсолютно нормально. Он никогда не был сентиментальным. И вдруг он отмечает, что на какие-то банальные вещи он начал реагировать совершенно иначе. Где-то плачет. Его начали раздражать его родственники. И то, что они говорили до этого, что никогда не вызывало у него отрицательных эмоций, сейчас вызывает совершенно другие краски эмоционального фона. Это все тоже может свидетельствовать в пользу тиреотоксикоза. Раздражительность. Уже сказала. Бесит все. Это действительно так. Я говорю это слово не сленгово, а это так описывают пациенты. Они приходят на прием и жалуются. И они иногда попадают даже к психологам и психиатрам исходно. Но когда мы лечим это заболевание, они видят мир совершенно в других красках и воспринимают эту ситуацию намного спокойнее. И теперь давайте разберемся, что же такое вообще гипертиреоз или тиреотоксикоз и что к нему приводит. Здесь заболевание также аутоиммунной природы. Только здесь имеют значение другие антитела. Антитела к рецепторам ТТГ. Эта болезнь называется еще болезнью Грейвса. Базетова болезнь. И, соответственно, антитела стимулируют выработку тиреоидных гормонов, которых я говорила ранее. Тироксин и триодтиранин. И в ответ на это ТТГ значимо снижается. Здесь и в том, и в другом заболевании так называемый принцип обратной связи. Когда в голове много, здесь мало. Имеется в виду, конечно же, гормона. Если выработка гормонов в щитовидной железе значимо повышена, то в голове ТТГ уровень снижается. В гипофизе. Поэтому в данной ситуации природа опять аутоиммунная. Опять повреждения своими антителами щитовидной железы. Профилактировать? Ну, наверное, избегать стрессов в том числе. Почему? Потому что любой стресс – это триггер. Хочется отметить, что и то, и другое заболевание успешно лечится. Единственное, что вы должны понимать. Если мы говорим о гипофункции щитовидной железы, то здесь мы назначаем препараты, которые пьются пожизненно. И никаких других вариаций на тему нет. Почему? Потому что у вас не вырабатываются гормоны. Их негде взять. Но если мы говорим о тиреотоксикозе, то есть повышении функционала щитовидной железы, то здесь речь идет несколько о ином интервале. Мы не можем лечить препаратами больше двух лет, если мы говорим о пациенте, особенно молодого возраста. Сейчас есть работы, которые позволяют нам лечить данных пациентов, например, возрастных, которых мы не можем потом взять, например, на оперативное лечение препаратами длительно. Но это более редкие случаи. И если в течение двух лет мы достигли абсолютной нормы, обычно мы лечим все-таки год-полтора, мы отменяем данные препараты. После чего, соответственно, мы оцениваем функцию щитовидной железы на протяжении достаточно длительного времени. Но и пациенты, которые исходно перенесли повышенную функцию щитовидной железы, они четко понимают, что она возникла вновь. Это заболевание, к сожалению, склонно к рецидивированию, то есть возобновлению. И дальше у нас остается выбор уже только либо проведение хирургического лечения, либо проведение терапии радиоактивным йодом. Но тоже не надо бояться. Радиоактивный йод накапливается исключительно щитовидной железой. Единственное ограничение, если вы планируете беременность в ближайшее время, то стоит в течение года, в общем-то, предохраняться для того, чтобы не получить каких-то тератогенных, то есть повреждающих эффектов на вашего будущего малыша. Но в целом эта процедура переносится хорошо, безопасно, и она малоинвазивна, то есть не повреждает органы и ткани, так что приходится долго восстанавливаться после этого вида лечения. Когда проводится лечение того или иного заболевания, о которых я уже сказала ранее, нам нужно контролировать функцию щитовидной железы. Хочу сразу отметить, если мы говорим о сниженной функции железы, не стоит тратить большое количество финансов для того, чтобы контролировать весь спектр тиреоидных гормонов. Когда вы уже пьете препарат, достаточно всего лишь одного гормона, и это тиреотропный гормон. Но если мы говорим с вами о тиреотоксикозе, о повышении функции щитовидной железы, то здесь вам врач предложит контролировать и Т3 свободный, и Т4 свободный с определенными интервалами. И причем в первое время это будет довольно часто. Кроме всего прочего, возможно понадобится контроль общего анализа крови, потому что препарат, который вы будете принимать, может отрицательно воздействовать на белые кровяные телеца. Но тоже бояться не надо. Вы лечитесь под контролем, и врач вовремя среагирует и изменит терапию, если это будет необходимо. Мы с вами поговорили о функции щитовидной железы, но у нас же еще есть структура, и орган красивый, да, но при этом, если мы посмотрим, да, здесь он какой гладенький, у него нет ни одного узелочка. Но бывают такие ситуации, когда структура нарушена, бывает возникновение узлов. Узлы бывают тоже разные. Они бывают разных размеров, они бывают разного функционала, они бывают доброкачественными и злокачественными. Поэтому проведение ультразвуковой диагностики щитовидной железы немаловажный фактор в обследовании пациента с патологией. Чаще всего узлы в щитовидной железе сам пациент может обнаружить только при определенных обстоятельствах. Либо они деформируют, то есть изменяют контур шеи, либо пациент может сказать, мне мешает глотать, если я ем твердую пищу. Или ком в горле, хотя сразу хочу сказать, ком в горле чаще всего оказывается неврологическим заболеванием, возникающим на фоне стресса. Потому что для того, что он возник у наших пациентов, щитовидная железа должна достигать больших размеров, или узел должен сдавливать рядом расположенные структуры, такие как пищевод и трахея. Если узел небольших размеров, то, конечно, дискомфорта он давать не будет. Дальше, если вас врач обследовал, сделал ультразвук и все-таки выявил узловые образования щитовидной железы, ваш доктор УЗИ обязательно опишет это по классификации. И эндокринолог, посмотрев на заключение, сделает выводы, нужно ли дальнейшее обследование. Нужно ли пунктировать этот узел или достаточно наблюдение. Хочу вас немножечко порадовать, что в большинстве случаев узлы являются доброкачественными, и не требуют никакой терапии. У молодых людей действительно возможно применение препаратов йода, но это не йодная сеточка, это именно препараты, которые содержат калииодид. Но у возрастных людей, сразу скажу, не бегите в магазин, не покупайте сразу в аптеку калииодид, если у вас возраст более 40 лет. Не надо этого делать. Почему? Потому что в данной ситуации, наоборот, йод может подстимулировать и сделать так, что этот узел начнет вырабатывать большее количество гормонов, чем необходимо, и приобретет автономность. И тогда это уже другая ситуация, которая может потребовать и оперативного лечения. Берегите себя, будьте здоровы! На телеканале Доктор была программа под контролем, и я врач-эндокринолог Галина Морозова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова